Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по понедельникам выходит программа с вопросами и ответами. В анонсе было указано на сайте воткинс.нет, что у нас будет в гостях начальник воткинской полиции Фатом Гой, но наш гость будет в следующем выпуске программы отвечать на ваши вопросы. Сегодня у нас не менее интересный собеседник, председатель общественной палаты нашего города Лев Рогозин. Лев Леонидович, здравствуйте, во-первых. Добрый день. Я предлагаю с самого логичного вопроса начать. Вопрос от коллег, от знакомых, от друзей, от всех наших горожан. Чем занимается общественная палата? Так вот, в общих чертах, а потом мы каким-то частностям перейдем. Ну, давайте я вкратце расскажу, что такое общественная палата. То есть, коротко о главном. То есть, общественная палата, то есть, это общественная организация, объединение, то есть, в которое выбираются представители общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность на территории города Воткинска. В зарегистрированных общественных организациях установлены в законном порядке. В общественную палату избираются представители данных организаций, депутаты Воткинской городской думы. То есть глава из ее постановления о созыве, согласно этого постановления выбирается перечень документов, предлагаемых для предоставления. Люди подают некоторые заявки и комплект документов, и уже депутаты путем рейтингового голосования выбирают члены общественной палаты. Это некий мостик между жителями города Воткинска и властью города Воткинска, через который жители могут напрямую обратиться, если их не слышат, если не могут решить какие-то их вопросы. Или просто, скажем так, они не видят другого пути, чем обратиться к нам по поводу решения своих вопросов. И вот самое главное в нашей работе, мы введем прием населения. Уважаемые жители города Воткинска, если вы желаете прийти к нам на прием, мы принимаем каждую среду месяца. То есть давайте я сразу глушу график на полугодие. 21 февраля, 21 марта, 18 апреля, 23 мая и 20 июня в кабинете 118 администрации города Воткинска мы введем прием населения. С полушества вечера, то есть 17.30. Чего удалось достичь за время вашей деятельности? Какая-то реальная польза, сдвиги в положительную сторону благодаря общественной палате произошли? Каждое обращение у нас регистрируется, и по каждому обращению нам дается или письменный ответ, или устный. То есть я думаю, что конкретные люди, которые обращались, мы смогли решить конкретный их вопрос. И вот когда мы это решили, это важная часть нашей работы. Следующий вопрос, которого хочется коснуться. Житель Воткинска спрашивает. Инициатива общественной палаты, общественное обсуждение так называемое. Какие главные проблемы решаются в рамках этих обсуждений? Что в приоритете находится? По некоторым нормативным документам необходимо именно проведение общественных обсуждений. Не публичных слушаний, которые проводит администрация, а именно общественных обсуждений, которые должна проводить общественная палата города Воткинска. То есть это на основании закона общественного контроля. У нас также разработано положение общественных обсуждений в городе Воткинска. То есть, согласно этого положения, вот нам 17 ноября 2007 года за подписью жанглавы по ЖКХ господина Польянова пришло письмо, в котором просят обсудить адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах. То есть, у нас была запущена некая эта процедура, и так, получается, совпало, что это все влилось в некую, скажем так, в общий поток, который наша администрация в этом году запустила в начале года. То есть, мы тоже были нужны в лица, то есть, у нас это проводится параллельно, то есть, в нашей группе ВКонтакте и в других общедоступных ресурсах размещен вот этот лист голосования, который жители города Водкинска могут у нас скачать, заполнить, принести либо в наш 118 кабинет, либо в общее дело администрации. У нас там есть своя папочка и оставить. По итогам общественных обсуждений формируется протокол, то есть, мы для себя обозначили вот этот перечень, то есть, это мы и сделаем. И на основании всего вышеперечисленного, то есть, там уже наша комиссия, в которую, надеюсь, включат представители общественной палаты, также внесет некоторые пункты, вернее, объекты из этого пункта в голосование. Следующий вопрос. Влияют ли члены общественной палаты на решение о назначении нового мэра? То есть, учитывается ли каким-то образом мнение общественной палаты в данном вопросе, или это решается как-то без общественной палаты? Официально в общественную палату никто из депутатов, либо из руководства администрации не обращался. Насколько я знаю, неофициально в будущем положении о комиссии о конкурсной предусмотрено, что представитель общественной палаты будет туда включен. То есть, будет это, не будет, пока я официально встать не могу, потому что документов за подписью нам еще не поступало. То есть, возможно, еще эта ситуация изменится? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы к нашему мнению как-то прислушались, чтобы где-то не было какое-то кулуарное решение, чтобы потом это был грубый. Всенародно избранный глава города, которому люди доверяли прежде всего, и на которого они бы возлагали свои надежды. Еще один вопрос. Как налажено взаимодействие с местной властью? Поддерживает ли она ваши инициативы? То есть, мостик-то это хорошо в его наличии. Насколько охотно власть на этот мостик встает? Есть и движение по этому мостику. Ну, вы знаете, когда у нас был прежний глава Владимир Михайлович Перевозчиков, то есть, он всегда присутствовал на всех наших заседаниях. Вот сколько мы были всегда на общественной палате Адмуртии, когда вас приглашали, там всегда присутствует глава Адмуртии. Вот что очень отрадно, то есть, как там руководство города и руководство республики очень как-то прислушиваются к мнению общественников. То есть, неких общественников, которым доверили выражать, получается, общественное мнение всех. То есть, мы, получается, некие люди, которым доверили. И мы не можем доверие это уронить. Вы сказали, что Владимир Михайлович Перевозчиков присутствовал на всех заседаниях общественной палаты. Это вылилось в какую-то реальную пользу? То есть, результат его такого вот прилежного присутствия какой-то был? Или это просто может быть? Ну, понимаете, мы ведь не присутствуем при вынесении решений, той же городской думы, постановлении. Может, какие-то наши мысли, пожелания и были приняты во внимание в каких-то решениях. Тут уже я не могу конкретно сказать, что какие-то наши там просьбы были в чем-то воплощены. То есть, тут, видите, наша цель немножко в другом. То есть, я предложил нашим коллегам следующую схему работать. То есть, у нас есть в администрации комиссии, административная комиссия, комиссия безопасности, здоровье движения, комиссия по делам свершеннолетних. То есть, много комиссий, которые влияют на жизнь города конкретно. И то есть, цель-то моя, чтобы представители общественной палаты, представители, вошли в каждую из этих комиссий. И чтобы мы уже изнутри, во-первых, выражали мнение жителей. У нас был свой свежий взгляд на те проблемы, которые на этих комиссиях, может, даже годами обсуждаются. И мы уже изнутри влияли бы на те решения, которые влияют на жизнь города Воткинска. А кто может стать членом общественной палаты? Какие критерии, так сказать, вступления? Насколько я помню, первое. То есть, вы должны быть членом общественной организации, зарегистрированной территории города Воткинска. И осуществляющую деятельность не позже года до созыва. То есть, если, грубо говоря, там, созыв сегодня, 2 февраля, так? То есть, ваша организация должна быть зарегистрирована не раньше 2 февраля 2017 года. То есть, вы даже год уже на территории Воткинска до созыва отработать. А так, в принципе, если у вас, скажем так, присутствует весь комплект документов, то есть, устав, решение о создании, то есть, ИНО-ГРН. И самое главное – протокол собрания этой организации, которая вас делегирует от свои. То есть вам доверяют те люди, которые вас туда выдвигают. Каковы планы на будущее деятельности общественной палаты? Что на повестке дня? У нас утвержден уже план, этот год принят. Он на сайте Водкиска, вы можете здесь ознакомиться. Так, но если коротко, то есть все еще нас не оставили в покое задумку сделать конкурс в школьных столовых. И по случаям хочу обратиться к вам, жители города Водкиска. То есть все вы являетесь родителями ваших несовершеннолетних школьников. Суть затеи в чем? Давайте мы сделаем конкурс в школьных столовых, чтобы дети оценили качество питания в наших школах. Чтобы именно те дети, для которых мы взрослые, в принципе это и делаем. Если вы, пожалуйста, хотите прийти в этом участие, загрите в нашу группу ВКонтакте. Там можете вы на нашу группу вступить, группа открытая. Вы можете ко мне отправить личное сообщение. Или можете прийти к нам на прием. Мы, в принципе, сформируем тот костяк родителей, с помощью которых мы сделаем это, думаю, благое дело для всех жителей города Водкиска. И у нас будет следующие три заседания. То есть есть вот такая форма расширенное полинарное заседание, о котором я раньше уже говорил. То есть это будет первое заседание по мусору. Что такое мусор, категории, как складируется и что нам дальше с мусором делать. Потому что проблемы довольно-таки серьезные. Все мы это на себе в городе ощущаем. И я думаю, данное заседание будет очень актуально. Второе будет заседание. Все мы пользуемся, даже большинство, общественным транспортом города Водкиска. У нас уже накопилось довольно-таки много вопросов к нашим автоперевозчикам, к нашему управлению ЖКХ, которые регулируют автоперевозки города Водкиска. То есть, в частности, даже вот тоже вроде бы пустяк, но на каждой остановке, вот я по крайней мере не видел, чтобы у нас были расписания маршрутов движения автобусов. Если мы хотим привлечь в город туристов, представляете, приезжает турист, пошел человек на столовку, какой маршрут останавливается, куда он едет, до куда он может добраться, какой график движения, когда будет автобус, человек просто не знает. И спрашивают у жителей города Водкиска, ну как-то, извините меня, мягко говоря, несерьезно. И последнее, что у нас будет ближайшее, это заседание на тему проблем детей и инвалидов. Вот у нас вот есть, мы подготовили запрос в пенсионный фонд. Вот, то есть, сколько у нас детей дошкольного возраста и школьного возраста, это уж вот есть запрос по количеству, сколько детей у нас есть. И у нас есть ответ из администрации, из отдела образования, сколько детей у нас посещает школу, детские сады. И, скажем, мягко говоря, картина удручающая. И вот все эти вопросы, может, низком-то для кого-то будут из власти имущих не совсем приятные и удобные, мы будем задавать. Спасибо, Олег Леонидович, что отвечали на вопросы о деятельности общественной палаты. Думаю, многим было интересно узнать, чем, собственно, занимается такая полезная организация. Всего вам доброго, до свидания. Благодарю, что тебя пригласили. Всего хорошего, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова